михаил виталий здравствуйте это димитрий ехал грека мы сейчас по дороге в 15 минут от переправы от сальвич годска спасибо большое вы все знаете ермака да лично я недавно прочитал про него не все знаю но я знаю что он с покорением сибири да это просто один из самых главных героев вот есть легенда которая связывает его с тем городом куда мы сейчас едем который называется красноборск то что это за река это река северная двина это море сын огромная еще больше выйти да вообще просто ты мне везешь к михаилу виталичу а я тебе везу к другому человеку там вдруг мой николай терентьев кто он бродяга бродяга ну в каком-то смысле да пилигрим а путешественник профессионально занимается звуком он такой аудиоблогер он пишет аудиозаметки своих путешествий я просто не знаю аналогов да да круто здрасьте михаил виталич просто михаил михаил класс это твой друг здорово а мы сейчас куда поедем это та самая гора с ермаком это получается место где самый красивый вид да ну как бы обзорная площадка обзорная площадка 18 деревень сейчас не осталось витя ни одной здесь было около 30 домов видите сейчас ничего а когда последние уехали 70-е годы поля распахивались 350 гектарах пах пахотных земель было то есть хоз передовик но тем не менее постепенно видите 90-е годы и это пропало то есть жителей никто насильно отсюда не выгонял то есть просто закрыли магазин закрыли больницу закрыли школу отключили электричество опа а почему они решили так не понимаю это газ это было по политика государства что бы что ликвидации бесперспективных деревень укропнение совхозов укропнение это были бесперспективе деревня да 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 это было очень жестко это было второй удар так сказать по русскому крестьянству первый был в 30-е годы когда шла коллективизация вы охотник да на кого на грибы тихая охота называется человек собирает грибы называется тихая охота нет я на дичь не хожу а детский психолог а писал кандидатскую но понял что в москва не для меня аханец не для меня приехал сюда и с удовольствием здесь живу ну я много лет отработал в школе 16 лет детским преподавателем а детский психолог и преподавателем русского языка литературы что поэтому да я фольклорист я собираю фольклор народное творчество легенды былины вот различные рассказы все что касается истории своего родного края поэтому мне это интересно поэтому я этим занимаюсь а как ярмак тут у нас с этим местом именно с этой холмой как сады горой во первых я знаю что он ваш робин гуд ну робин гуд сложно сложно сказать что он робин гуд он в общем-то скорее всего кортес он скорее всего магеллан это человек который открыл новые земли и присоединил их государства российского то есть он увеличил размер государства российского как минимум четыре раза да но есть те которые это делали не знаю более мирным путем и те которые делали как вообще воевода воевода конечно тот же кортес он завоеватель был магеллан пут путешественник так вот а ермак он был как бы первооткрыватель россии да то есть он больше путешественник понятно естественно хотя определенное конечно противодействие со стороны местных татарских девков было естественно поэтому без боевых действий не обошлось но просто я читал что он был главный казак ну у него была своя казачья дружина ну казаки они всегда были такие достаточно люди очень легкие на подъем легкий на подъем это что значит то есть который было легко встать и отправиться их ничего не держала а месте чемоданы были всегда готовы да он был нанят купцами строганами для охраны с солеварин типа охранника до в солеварин вы знаете что купцы строганова понятно там много чего сделали много чего сделали естественно да 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 и вот они пригласили ермака с товарищами охранять свои солеварни и послужить так сказать делу государеву а не разбойничьему понятно да но просто охранять территорию ему было не интересно поэтому он задумал поход в Сибирь сам задумал потому что есть еще версия что строгановы финансировали этот поход конечно конечно типа что идея была строганова идея была строганов потому что они были достаточно богаты но естественно денег много не бывает поэтому хотели хотели еще больше вот правильно естественно они организовали таким образом ермак прибыл сюда и с 1579 года по март 81 года по легендам дружина его находилась как раз здесь так написано конкретно в книге православный год книга называется зачарованный город так написано бежал в отроге северных увалов и избрал своей резиденцией гору недалеко от липово шоломя то есть вот там да ермакова гора так вот самое интересное место находится вот там колодец ермака опять же по легендам перед тем как идти завоевывать Сибирь все же завоевывать наверное покорять можем сказать так ерман подумал куда же девать те сокровища то награбленное добро которое у него было с Волги принесено и был вырыт 12-метровый колодец и засмоленые бочки в сундуке может быть в бочке во что-то все это было туда опущено в колодец колодец да глубине на 12 метров все богатство он бросил сюда да 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 кто-то наверно нашел потом пока никто не нашел а вы не попытались ну я место знаю но искать очень опасно почему потому что место как у нас говорят заговоренное 30 человек по легенде нужно погибнуть которые попытаются отыскать достать этот клад и только тридцать первому он достанется а там умер кто-нибудь или нет пока нет пока слава богу все живы за 450 лет вы представляете что с колодцом его просто не стало на его месте небольшое озеро вот он размером вот с эту площадку на вершине горе но если ходить по нему провалива шинах по пояс примерно вилл многие вязаны но ребята брали пруд тонкий такой стальной вот все туда уходит уходит он сопротивление не встречает то есть там не земля там колодец там однозначно пытались его тракторами экскаваторами было было трактора ломаются экскаваторы ломаются ничего там не едет вся техника глохнет сразу значит кто то не хочет заговоренное место то есть легенда заключается в том что несколько человек должны погибнуть чтобы потом найти это богатство да 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 и помыслы которые бросил там ермак не бросил а спрятал спрятал для кого то для себя он спрятал он думал планировал вернуться но вы знаете что в 1584 году он погиб а если мы пустим квадрокоптер туда мы можем увидеть там место я ни разу не пробовал смотреть с высоты на это место хорошо тогда давайте полетим так давайте полетим мы уже в двух километрах далеко 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 давайте это озеро 200 метров его просто не будет по речке надо пройти метров метров ну 300 300 по речке по речке да вот она будет красиво смотрите на берегу речки с левой стороны будет такой навесик прям над речкой есть да 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 двигайтесь потому что дальше уже переправа через ясно там еще да там автомобильная дорога зимник называется зимой не свозят легенда говорит про дронах должно погибнуть 30 дронов 30 дронов здесь много металла с металлоискателями ходят очень много здесь все много же людей было раскулачено раньше кулаков ссылали на соловки да поэтому они же думали что ну там пять лет его присудили и потом вернуться что через пять лет вернется поэтому он же с собой туда ничего не тащил все прикапывали у кого какое золотишко было у кого серебро у кого медь оставляли что либо не сами так их дети или внуки достанут ну в результате вот сейчас люди ищут находят находят что-то да вы нашли я знаю где кого лес могу показать но копать вам не советую а никаких археологов никого не было нет они же были брошены не сделаны ой возвращается да можно я вернусь домой возвращаемся он пишет заведа хватит только на возврат не найти однозначно иди сюда мой хороший ой опа а а что ты со мной делаешь хватай хватанул тебя это было самое интересное в комментариях сказать что по этой речке ермак поднимался и спускался то есть они же не просто катались как говорится на ладьях и учились переправляться с одной речки на другой облаком перетаскивать суда свои и все суда перетаскивали на себе на себе то есть подкладывали бревна катили и дальше деревня новинки там была пристань в новинках несколько лет назад местный житель нашел пушку в земле а то есть вот такого размера небольшая пушка мортира то есть он как вы сказали мортира мортира да мортира казачья мортира почистил все зарядил порохом насыпал бумаги поджег она выстрелила хорошо а что с пушкой тогда а он ее продал в Москву а скажите можно поехать в церковь конечно да нужно поехали и и и и и и